Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Игорь Левичев, и это мой видеообзор на набор Лего Звездные Войны, артикул которого 75179 под названием Сид Истребитель Кайло Рена. В этом наборе 630 деталей, год его выпуска 2017 и рекомендованная розничная цена этого набора 5999 рублей. Итак, давайте же наберем 1000 лайков под этим видео и я сразу же выпущу следующий обзорчик. Ну а мы начинаем! Но для начала я хочу посоветовать вам отличный канал моего коллеги под названием Brick Ministry Voice. Он самым первым выпускает отличные обзоры на все серии Лего, от Звездных Войн и Супергероев до Сити и Ниндзяга. Качество картинки просто будоражит сознание, а быстрота выхода роликов на новинки заставит вас отписаться от низкокачественных конвейеров. Так что подписывайтесь на канал, ведь Министерство Кубиков знает все. Ссылка в описании. Всего в наборе у нас 4 минифигурки и первое это наследник Дарта Вейдера Кайло Рен, настоящее имя которого Бен Соло. Лично мне очень нравится этот персонаж, поэтому в основном я говорю о нем только хорошее. И в восьмом эпизоде он конкретно возмужал и даже в Лего ему сделали очень серьезное выражение лица. Он мне им даже напомнил фигурку Энакина Скайуокера. Давайте сменим ему выражение лица на более эмоциональное и снимем плащ, чтобы рассмотреть принты на теле сзади. Которые на мой взгляд выполнены просто восхитительно и они очень клево детализированы. А теперь давайте сравним его с версией 2016 года из битвы за Такодану. И как вы можете заметить, помимо того, что плащ теперь полный, а не какой-то огрызок, Лего-вцы также изменили полностью принт на ногах и улучшили принт на теле. Добавив детализации и теперь его броня похожа на кольчугу. Кроме того, рукоятка его светового меча стала черной вместо темно-серой. Ну и конечно же не забываем о брутальном шраме на лице, который заработал Бен в конце седьмого эпизода. Лично мне очень нравится эта минифигурка, а свое мнение о ней вы можете оставлять в комментариях под этим видео. Следующий это обычный штурмовик Первого Ордена, который никак у нас еще не изменялся с 2015 года. И я думаю, что говорить о нем в принципе нечего. Из оружия у него обычный бластер, а под шлемом скрывается типичное лицо солдата из Звездных Войн. Но это у нас не единственный штурмовик, в наборе также идет штурмовик Пилот Первого Ордена. А если быть точнее, то Пилот Тайфайтера. Из оружия он имеет маленький бластер, а под шлемом находится точно такое же солдатское лицо. Однако, если привести в сравнение Пилота 2015 года, то мы можем заметить, что наши новые минифигурки добавили красные полосы на шлеме. И как вы сами знаете, в целом красный цвет был преобладающим в восьмом эпизоде, и на мой взгляд это очень прикольно. И последняя минифигурка Сета это дроид-астромеханик серии BB черного цвета, который принадлежал Первому Ордену, а именно BB-9E. Его можно назвать злым двойником BB-8, в чем мы прекрасно убедились в фильме. Но если же сравнить их, то мы можем заметить, что BB-9E имеет квадратный головной купол и сенсор красного цвета, в отличии от BB-8. Ну а кто из них круче, решать вам в опросе, который сейчас высветится в подсказках, а также в комментариях к этому видео. Лично мне они оба очень нравятся, BB-8 своим характером, а BB-9E своим окрасом. Ну и по минифигуркам это все. Тай-глушитель Кайлорена, или по-другому его также называют Тай усмиряющий Кайлорена, это личный истребитель нашего всеми любимого или всеми нелюбимого, это уже на ваше усмотрение, Бена Соло. Итак, давайте же посмотрим на сам корабль. Он у нас примерно в масштабе минифигурки выполнен, и мне это нравится, Леговцев можно за это похвалить. Он составляет у нас во Вселенной Звездных Войн 17 метров в длину, 7 метров в ширину и 3 метра с небольшим, почти 4 метра в высоту. Ну, как-то так в Лего и получается. Мне это очень сильно нравится, и мне вообще в целом нравится вся эта постройка. Выглядит реально этот Тай-истребитель, СИД-истребитель, называйте как хотите. Очень клево, и больше всего вообще меня подкупило, подкупило к покупке, так скажем, вот эта красная кабина этого Сида. Итак, давайте же посадим туда Кайлорена. Кстати говоря, вот это вот у нас принтованная деталь. Вот так открывается крыша, и туда вот внутрь можно посадить Кайла. К сожалению, там нет никаких пультов управления, кабина не детализирована. Так, убираем его меч, и садим его внутрь. Вот мы его посадили, он у нас там никак не фиксируется. И теперь с трудом, но возможно его там внутри рассмотреть. Итак, также у нас СИД-истребитель, конечно же, стреляет. Я не буду в этом обзоре никак спойлерить, потому что наверняка многие 8 эпизод еще не посмотрели. Поэтому все-таки надо уважать друг друга. И в комментариях попрошу также вас никак не спойлерить, потому что свое мнение по поводу 8 эпизода я выражал в другом видео, которое выяснится вот тут в подсказках. Так что можете посмотреть там и мнение со спойлерами, и мнение без спойлеров в отдельных видео. Итак, в общем-то СИД нас стреляет. Здесь эти рычажки для выстрелов замаскированы. И нам надо нажать на вот эту вот детальку. Также и с другой стороны. И, конечно же, у нас есть в комплекте запасная такая красная ракетка. Мне такая функция очень напомнила старый СИД-истребитель Дарта Вейдера по 5 эпизоду, он, по-моему, был сделан. Нет, по 4-му. И также вот последний СИД-истребитель, который выходил по повстанцам, по материалу также в Дарта Вейдера. Там были похожие функции в обоих наборах. Вот как у нас выглядит СИД сзади. Достаточно так детализирован, прикольно выглядит. Единственное, мне вот только не нравится, чуть-чуть это как бы неплохо, но вот эти вот синенькие техник детали можно было закрыть, допустим. Ну, очень просто сюда вот впихнуть такие штырьки, шляпки вы, наверное, поняли, о чем я говорю, с пинами. И на пины там, допустим, тайлики прикрепить, плоские детальки. Вот, и тогда тут бы это уже было не так грубо. Но ничего страшного, это можно, в принципе, самому дополнить. Если кому не нравится, потому что ничего сложного в этом нет. Итак, такой вот у нас СИД. Собственно говоря, больше никаких функций у него нет, но они не нужны, потому что, ну, что еще можно запихнуть в такой корабль, в принципе, если во Вселенной Звездных Войн у него никаких больше других функций нет тоже. Итак, ничего нового тут не придумают. И крылья можно также, точнее, батареи можно также по-всякому переделывать. Допустим, поставить их вот так. И он у нас уже будет выглядеть по-другому. Но это не обязательно, потому что, естественно, он всегда у нас должен быть вот в таком положении. Кстати говоря, вот так вот похоже чуть на снежный спидер. Забавно. В общем-то, такой вот истребитель у нас также есть такие вот пушечки небольшие. Вот здесь вот сбоку. По наклейкам здесь вот раз-два. С обратной стороны также три-четыре. И здесь у нас на кабине также пять. Это наклейка. В принципе, не так уж и много наклейок. Ничего страшного в пяти наклейках я не вижу. Недавно открыл киндер-сюрпризы с тачками. Вот так вот. Да, ужас наклейки, конечно, они вот такие вот маленькие-маленькие. Я вам как-нибудь в другом видео их обязательно заценю. Не в обзоре. И, пожалуй, знает. В общем-то, вот такой истребитель. Мне лично он сильно нравится. И также мини-фигурки. Валя! И давайте же подведем итоги. За функции я ставлю этому сету лайк, потому что он достаточно функционален. И здесь есть все, что нужно. За мини-фигурки также ставлю лойс, потому что у нас есть новый Кайло Рен. И прикольные штурмовики, а также BB9E, который встречается лишь в двух сетах на данный момент. И этот является самым дешевым с его наличием. За детализацию, естественно, лайк, потому что корабль у нас выглядит офигенно и похож на оригинал из фильма. Ну а за цену 6 тысяч, на мой взгляд, это слишком много для такого набора. Я бы дал ему, ну, максимум 4 тысячи, поэтому ставлю, конечно же, дизлайк. За 6 тысяч не берите его, сейчас по новогодним скидочкам наверняка он продается подешевле, поэтому ищите какие-нибудь вариантики. Ну, а какой же кубик я поставлю? Я, пожалуй, поставлю серебро, потому что я не считаю, что этот сет нужен абсолютно всем. Я считаю, что он на любителя. Он обязательно вам понравится, если вы его купите. Но всем фанатам Звездных войн я его не советую, потому что абсолютно всем он не нужен. Его могут взять только те, кому он понравился во время видео. И, скорее всего, фанаты Первого Ордена. Ну, это было мое мнение. Всем спасибо за просмотр. С вами был Игорь Левичев. Не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, подписываться, естественно, на канал и нажимать на колокольчик. Дзинь-дзинь. Ну и все. Всем спасибо. С вами был Ислам444. Всем пока. Удачи. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok